приветствую вас на своем канале сам себе бензомастер сегодня будет замена поршневой на бензокосе сгоревшая поршневая коса перегрета вот но я предварительно снял глушитель посмотрел выхлопное отверстие увидел задиры серьезные задиры на поршневой открутил карбюратор глушитель снял сейчас с вами мы сделаем замену поршневой то есть предварительная уже скажем так и и подготовил то есть сделал диагностику диагностику стандартно я все рассказывал я снимаю снимаю обычно глушитель и проверяю проверяю состояние поршневой также я здесь посмотрю вот здесь вот есть проблема с тросиком то есть вот эта часть выскочила запрессу или воткнул ведь чтоб он не раскошлатился он не раскошлатился надо вот здесь вот немножко поджать просто плоскогубцы и с ударом потом сделаю то есть ударю чтоб она не выскакивала это мы займемся потом сначала мы сделаем замену поршневой то есть я снимаю верхнюю часть то есть верхнюю крышку вот эту вот защиту обеспечу доступ поршневой так вот можно сказать аж прикипела потому что температура была высокая даже вот крышка начала немножко плавится все карбюратор я не трогал мы потом с вами проверим трубки но сейчас будем откручивать поршневую такие перегревы такие перегревы возникают из затопленной смеси то есть либо используют 95 бензин что чаще всего приводит к такому потому что 95 бензин содержит присадки вот эти присадки могут быть несовместимы с маслом из-за этого бензин с маслом нормально не смешивается и соответственно не обеспечивает масло не обеспечивает смазку цилиндра с поршневую вот я открутил винты немножко легким постукиванием буду снимать поршневую то есть я их выкручиваю полностью винты постучал когда открутил постучал чтобы легче потом оно пошло и может быть даже не испортит прокладочку если прокладку испорчила вот прокладка порвалась прокладку конечно мы поменяем вот смотрите серьезно начал плавится поршень даже верхняя часть поршня она расплавлена то есть это говорит о том что смазка двигателя было недостаточно либо мало масла либо 95 бензин либо некачественное масло вот я сейчас снял цилиндр на цилиндре кроме того что поршень такой внутри цилиндра вот здесь вот задиры расплавился переходник вижу я что тоже начал плавится переходник ну как бы сейчас двигатель отставим в сторону снимем переходник и посмотрим такие проблемы могут еще возникать если откручиваются винты вот эти вот крепления переходника карбюратора такое тоже может наблюдаться когда идет подсос воздуха из-под переходника то есть на высоких оборотах она будет работать и будет нормально вот но идет перегрев очень большой нагрев в принципе как бы здесь особых я пока проблем не вижу с переходником пытаюсь аккуратно снять прокладочку ее можно использовать второй раз если вы ее не повредили а вот а сам переходник сам переходник надо притереть то есть для этого для этого взять если он весь целый то есть нету нигде на нем не трещин не не вылезли вот эти вот запрессованные гайки то тогда можно его использовать вот таким образом мы на шлифовальном круге притираем переходник вот мы переходник притерли его можно будет устанавливать повторно если на нем есть трещин либо вылезли вот эти вот запрессованные гайки то обязательно надо его менять есть притерли я переходник теперь его можно прикрутить к новому цилиндру все этот цилиндр негодный берем новый цилиндр с поршнем и с кольцами поставим переходничок можно еще промазать тонким тонким слоем под переходник и на прокладку между чуть-чуть намазать самое главное вот это отверстие на переходнике чтобы вы случайно герметиком не замазали поэтому просто просто тонкий-тонкий слой вот тонкий слой так и точно также тонкий слой нанесу на цилиндр то же самое вот тут отверстие есть на цилиндре его ни в коем случае нельзя залепить герметиком так теперь чтобы эти винты не откручивались не откручивались уплотнитель резьбы или фиксаторы резьбы так называемый вот мы его поставим положим вот сюда вот где у нас закручиваются эти винты резьбовые соединения поставим то есть если у вас нет фиксатора фиксатора резьбы не обязательно бежать в магазин и покупать возьмите у жены лак для ногтей он тоже самую функцию выполнен так все теперь поставим переходник ставили винты и закручиваем переходник то есть вот это отверстие вот это отверстие переходника должно совпасть с этим отверстием все закручиваем вот так вот я наживил а теперь достаточно плотно плотно это все дело закручу оно должно хорошо быть затянуто и периодически когда вы используете косу проверяйте затяжку вот этих винтов так снимаем поршень старых для этого вытягиваем стопорные кольца пальца поршня с нажимом и проворотом вот я вытянул эти кольца и выбиваю палец над ставочку и выбиваю вот так вот я выбил палец вот поршень теперь проверим вот этот подшипник и проверим подшипник коленвала для этого вот так вот за шатун дергаем не должно быть осевых перемещений вверх-вниз вертикальных перемещений то есть вот в стороны может быть а вверх-вниз никаких перемещений не должно быть если есть такие перемещения когда требуется замена требуется замена так теперь вот у меня здесь стопорные кольца стояли вот я вытянул одно оставил кольцо стопорная которая со стороны катушки как правильно поставить поршень смотрите на поршне есть стрелочка вот эта стрелочка указывает направление выхлопа то есть вы должны ее расположить сторону выхлопа теперь но как бы кольца как ставить я покажу давайте я одно кольцо сниму и покажу как вот вот смотрите у вас кольцо во первых вот эта выемка здесь есть штифт вот этот штифт должен стоять вот так вот кольцо вернее напротив этого штифта и вот так вот его одеваем просто чуть-чуть его раздвигаем аккуратно пальцами не надо там отверток ничего просто вот так аккуратненько пальчиками и загоняем его на свое место вот кольцо стало точно так же но стояла здесь нижнее кольцо вот мы поставили верхняя снял и показал теперь вот так вот здесь стоит стопорное кольцо здесь нет палец вставляем и задвигаем все утопили палец утопили палец и теперь ставим стопорное кольцо стопорное кольцо ставим с проворотом с нажимом и проворотом вот вот я буду сейчас сюда вот нажимать и проворачивать оно должно заскочить в паз защелкнуться защелкнулась вы еще вот так проверните убедитесь что она действительно стала на свое место поставили выставили кольца поршневые кольца выставили напротив штифтов теперь возьмем герметик высокотемпературный тонким слоем намажу здесь и на прокладочку вот так вот тонким слоем герметик он в принципе его не обязательно мазать ну он во-первых обеспечит лучший контакт во вторых во вторых как бы прокладка будет хорошо лежать если будет необходимость его когда снимать силиндр тогда легко она должна сняться не повредившись опять же вот это отверстие которое здесь находится на цилиндре его закрыть ни в коем случае нельзя то есть вокруг него аккуратно тонким тонким слоем толстый слой здесь ложить нельзя но во-первых вылезет все равно когда вы будете притягивать то есть смысла абсолютно никакого нет прокладку ставим вот эти вот выемкой в сторону отверстия вот прокладка легла и теперь сверху прокладку тоже также намажут тонким тонким слоем герметик вот я смазываю герметик намазываю верну тонкий слой все такие работы производил мы просто покажу вам еще то есть это видео в начале еще может быть месяцев семь-восемь назад такие видео у меня были вот ну где-то как-то может быть сейчас повторим весь процедуру покажу и вообще буду показывать вам стараться все ремонты которые я произвожу некоторые замечали что у меня на часах там стоит сначала одно время потом другое но я работаю в условиях допустим мастерской поэтому мне иногда приходится отвечать на телефонные звонки отвлекаться там на работу с клиентами поэтому иногда вы смотрите что я тут раз было одно время потом другое время на самом деле я вам показываю все работы которые я произвожу просто это может быть я выключил видео для того чтобы прерваться там взять те же самые прокладки пава отвлекли клиенты особо прерваться там взять те же самые прокладки поэтому отвлекли клиенты вот теперь возьмем масло можно но двухтактное можно другое масло и вот так вот аккуратненько пальцем промажем стенки цилиндров буквально каплю все промазал и теперь одеваю цилиндр на porsche то есть выхлопное отверстие стрелка сюда вот так вот я и одеваю придерживая кольца и держим кольца и начинают чуть-чуть вот так с покачиванием его все надел цилиндр стоит на своем месте теперь я закручу пару винтов по диагонали я закручиваю всегда винты и потом проверю чтобы не было ударов что цилиндр и поршня по цилиндр потому что бывают такие ситуации когда скажем так попадаются некоторые поршневые либо коленвалы более чуть-чуть буквально там на полмиллиметра разница вот именно шатуна высоте такое попадалось и бываешь и бьет вы ставите вроде точно кружи поршневую у вас не проворачивается полностью проворачиваете то есть если он нормально проворачивается то все правильно стоит все хорошо если не проворачивается есть какие-то удары есть какие-то удары тогда вы ну каким образом можно можно поставить дополнительную прокладочку еще помогает ничего страшного не будет если чуть чуть выше поднимется прокладка помогает нету вот этих ударов сейчас плотно прикрутим цилиндр картеру опять же по диагонали возьму насадочку насадочкой я хорошо эти винты так все винты прикрутил все хорошо зажал проверим как работают сальники коленвала импульсное отверстие вот это проверяю все хорошо в палец не бьет поток воздуха и все нормально теперь теперь я поставлю сейчас глушитель можно поставить глушитель так есть наживил прикручу винт который вот здесь внизу находится глушитель корпусу принципе этот винт не обязателен если у вас эта лапка или оторвалась или и вообще может не быть на некоторых глушителя ничего страшного то есть это просто слушатель дополнительно крепится к корпусу на самом деле вот этих вот винтов хватает для того чтобы хорошо было закреплен глушитель на корпусе на карте есть теперь ну теперь как бы с двигателем с двигателем мы поставим можно защиту поставить давайте поставим защиту а потом потом займемся еще тросиком ручка тут ручку надо еще немножко поремонтировать потому что клиент снимал снимал и пружинку пружинку и неправильно установил на ручку вот поэтому я переставлю эту пружинку в ручке я вам покажу была одна конструкция ручки когда-то буквально на прошлой или позапрошлой неделе я показывал как ручку ремонтировать у конструкция была ручки другая сейчас я покажу какая эта ручка из чего она состоит поремонтирую закрыл поставил наглушитель под циклю сейчас корпус так ну давайте с вами поремонтируем вот эту ручку вот такую ручку так значит снимаю ручку сначала с трубки выкрутил винт снимаю откручиваю все вот эти вот винты сейчас я вам покажу как должны стоять пружинки как должен лежать тросик и как должны проводки быть укладываем это очень важный момент если проводки будут неправильно уложены они будут тереть по тросику и результате либо будет закусываться тросик либо протрутся изоляции проводов они замкнут на тросик и соответственно у вас пропадет искра у вас не будет искры потому что кнопка на триммерах и на бензопилах работает не так как на обычной настольной лампе то есть когда вы ее включаете на самом деле кнопка размыкается так вот открутил я все винты и вот теперь вот так вот поддеваю аккуратненько и снимаю половинку ручки вот я снял вот пружинка лежит вот она лежит пружинка которая должна стоять вот на вот этой качалке то есть вот эта качалка должна быть вот в таком положении то есть пружинка должна ее стремиться в сторону отогнуть поэтому смотрите вот эту пружинку мы одеваем одеваем вот сюда вот так мы ее одеваем она должна толкать то есть вот мы одели и сейчас вот так вот упираем корпус ручки одеваем на ось смотрите вот этот вот язычок он должен быть вот сюда направлен вот мы одели вот одели все стоит придерживаем вот так рукой и будем закрывать смотрите провода должны лежать сейчас я вам покажу провода должны лежать на своем месте то есть есть специальный паз вот здесь вот в котором укладаны должны быть провода вот они лежат и лежат под клавишей тросик тросик вот он заводится сюда и он расположен сверху над проводами когда вы вот это все сделали вот теперь можно ручку закрывать вот так вот придерживайте тросик чтоб он был на месте и теперь мы закупываем ручку все захлопнули закручиваем винты а потом проверим как она работает то есть сначала не нажимаете чтоб она не рассыпалась накрутите буквально несколько там три-четыре винта закрутить а потом проверить и ручку вот я закрутил четыре винта а теперь проверю как работает ручка ведь так она не нажимается а так нажимается фиксация тоже работает вот сейчас вот зафиксировал ручка вот все тросик ведь перемещается все работает вот теперь я окончательно могу закрутить остальные винты и ручку надеть на трубку то есть я в одном из видео показывал конструкцию ручки другой сейчас другая ну то есть ручка была с фиксацией газа кнопкой здесь здесь боковая фиксация то есть я показал в этом видео я показал как теперь и такую можно ручку отремонтировать то есть два вида ручки все вставляю трубку соответственно креплю на трубку закреплять буду сейчас саму ручку все в принципе как бы ручка отремонтирована можем теперь прикрутить ее к карбюратору ручку значит давайте еще проверим с вами как карбюратор подкачивает ну то есть мы топлива есть всего камеру заполняет все нормально поставим теперь тросик газа установим и покажу как его регулировать так вот я сейчас накручу если не вращается тросик внутри то накручиваете непосредственно вместе вот так вот с ручкой за ручку тросик то есть закручиваете поворачивая сам тросик вот так так вот мы надкрутили вставляем тросик заводим его в паз он так должен лечь чтобы у вас вот эта бабушка во внутрь легла все и теперь теперь вот когда мы поставили я зафиксирую ручку газа смотрите вот то есть заслонка должна быть примерно в таком положении для холодного пуска чтобы был легкий холодный старт вот в таком положении она должна то есть когда на зажатой кнопки все кнопку отпустили теперь можно уже и закручивать карбюратор так ставим прокладочку прокладочку сейчас прикрутим карбюратор вставляю винты и ставлю прокладочку то есть на прокладке здесь в принципе без разницы какой стороной ставить либо так либо вот так вот потому что отверстия здесь есть два отверстия но если у вас прокладка другого плана смотрите чтобы отверстие совпало с отверстием на карбюраторе если она не совпадает добить сделайте так чтобы она совпала проверьте это иначе коса работать не будет она может заводиться допустим по когда вы подкачаете и заглохнуть и дальше не работать потому что через импульсный канал не будет поступать вернее не создаваться вакуум в карбюраторе соответственно мембрана насоса качать не будет так все подсоединяю провода кнопки то есть как еще можно проверить целостность проводов если у вас допустим искра пропала отсоединяйте один из проводов и пробуйте искру если у вас искра есть а как только выход подсоединяйте и кнопку у вас выключена включена или выключена вот если у вас искра пропадает у вас проблема может быть в этих проводах они где-то замыкают так ставим свечу сейчас проверим искру кнопка включена искра отлично все теперь можем закрутить закрутить и попробовать ее завести но предварительно перед тем как заводить так как у меня двигатель отдельно принесли мне в ремонт самой штанги я обязательно поставлю чашку чтобы сцепление когда будет расходиться чтобы не лопнула пружина и соответственно и не побила мне корпус поэтому чашку ставить обязательно либо прикручивать надо штангу перед тем как заводить косу обязательная процедура так фиксируем ручку газа закрываю заслонку подкачал топлива и пытаемся с вами ее завести я выключил ее сам это не она заглохла это я выключил косу я подрегулировал вот этот винт я его буквально на одну четвертую закрутил оборота для того чтобы не добавить резвости я услышу что она работает немножко нерезво то есть обороты где-то в пределах там 9000 я чуть-чуть подкрутил то есть у нее сейчас обороты где-то порядка одиннадцати пистолет все то есть коса работает работает отлично здесь на этой косе мы с вами поменяли поршневую то есть я показал как меняется поршневая на косе все косу можно отдавать клиенту в работу будет она работать и будет работать достаточно хорошо то есть проблем уже с ней не должно быть если будет правильно наливать топлива все всем спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал youtube сам себе бензомастер я как буду вам рассказывать показывать о ремонту бензоинструмента